Всем привет! Сегодня 27 июля, Московская область, выходные у нас выдались без дождей, на удивление, но с понедельника начнется жуткий холод, а со вторника опять каждый день дождь, поэтому сегодня было принято решение убирать лук. Он, конечно, не весь полег, но здесь уже выбора не остается, нужно срочно его убирать, иначе он весь сгниет. Вот здесь у меня три сорта, я вам показывала. Эксибишн, два редка, и там дальше шатана и красный лук, скарлетт. Это мой трон, это мое кофе, а это мой работник. Я сегодня очень сильно устала, собирала томаты, а поэтому лук я доверяю собрать своему работнику. Ну давай, сексибишна начнем. А ну покажи. Так, сколько примерно грамм? Грамм 400 точно. 400? Не так кажется. Ну ничего, так довольно-таки, да, хорошие. Да. Рубашка вроде бы вызревшая, ну и это ничего так, шейка, да, уже легла практически. Но не весь лук лег. Так, ну, что делать? Ну, сначала давай эксибишн вытаскивай, а потом уже вот те два редка, это другие сорта. Аккуратно складывай, и на открытую веранду мы его будем на просушку укладывать. Только аккуратно его не оббивай, ничего, чтобы у нас он хоть немножко похоронился. Эксибишн. Ну, взвешивать я уже буду в квартире, потому что, ну-ка, покажь. Это точно полкило. Вообще крупняк. Покажи ладошку для сравнения. Слушай, ну, больше ладошки точно. Ну как она, нет, ну она просто пальцы вот так вот. Не, ну крупная, видно вообще. Отлично, лук. Я здесь уже, видите, здесь его уже нет, я вырываю, и, конечно, мы его уже едим. Сейчас автолавка пойдет работать. Да ладно. Аккуратненько не бей. Ну, неплохой лучок, да? Вот если б не было дождей, конечно, я бы его попозже убрала бы. Еще бы головка налилась. Представляешь, он там остался. Ну что, корни обломал. Но работник-то плохой. Отдельно эту луковицу домой заберем. Сидим, да. А взвешиваю я уже... Аккуратно надо вытаскивать, он крупкий. Вот, видишь, аккуратно вытаскиваю. Возвешивать буду уже в квартире. Потому что я сюда, в деревне, не взяла весы. Луком, в принципе, я довольна. Ну что, хороший лучок, хороший. Сяду на свой трон, буду смотреть. Нет, там два редка. Это лук шатана и red scarlet. Красный лук салатный. Я вот хочу сказать, что все-таки, да, лук тоже нужно вовремя убрать. Как и чеснок. Вот чеснок я в этом году вовремя убрала. Убрала и на следующий день. Каждый день пошли дожди. Поэтому и лук нужно сейчас убирать. Смотри, какая земля вообще влажная. Сегодня хоть солнышко подсушило. Хотя бы немножко землю и сам лучок. Но ничего, сейчас мы на веранде разложим. Ветерком обдует. Чеснок, между прочим, уже хорошо у меня подсох. Но еще будет висеть недельки-две, а потом я буду обрезать ботву. Ну, у чеснока. И у лука, конечно, я перо сразу не обрезаю. Только когда подсохнет перья тогда обрежу. Аксибишин хорошо идет в салаты. Мы очень любим салаты с луком. Так, пока я собираю таксибишин. Сейчас покажу. Это лук шатана. Я его уже высаживаю второй год. Тоже довольно-таки крупный. Острый лук. Желтый. Хороший. Мне он нравится. Это лук с сивком был посажен. А это сорт Red Scarlet. Тоже довольно-таки крупный. С сивком тоже был высажен. Смотрите, какая влажная земля. Сегодня так жарило солнышко. Он хотя бы чуть-чуть просох. Это лук салатный. Мы, конечно, тоже едим. Красивый лук. Темный, с белыми такими прожилками. Хороший. Как раз шатана на хранении очень хорошо. Помнишь, лук у нас шатана был? Мы когда последний съели? В апреле, по-моему. Какой апреле? Я лук только покупал. В июне, наверное. Мы до июня ели. До июня. Вот он вообще хранится отлично. Вот Red Scarlet мы... Я первый год сажаю. Не знаю, как он. Но вообще красный он особо долго, наверное, не хранится. Ничего о нем не знаю. Как у меня закончится? Начало июня. Да, начало июня, да. Мы, по-моему, съели последние луковички. Это эксибишин. Вот такой красавец. Видите? Еще шейка не очень-то мягкая, но уже мягче. Конечно, сначала будет употребляться эксибишин, а это уже который на хранение будет храниться. Между прочим, в прошлом году, да, мы столько сняли много урожая, что соседям, соседей угощали мы в прошлом году. Что же угощали? Раздавали. Ну, раздавали, угощали, да. Пакета 2 приличных мы в прошлом году дали. Хороший был урожай. Да, такие как из метра, большие пакеты. Да. Сейчас уберем лук. И я тут же посажу дайкон Саша. Это репа миланская розовая. Дайкон малиновый нектар. И редька зимняя кругло-черная. Вот у меня здесь 4 пакетика. И как раз я сделаю 4 рядка. И каждый гибрид и сорт я буквально по одному рядочку буду сеять. Как раз мне на эту грядку 4 пакетика хватит. Сейчас самое время сеять эти культуры, чтобы они успели вызреть. Ну, все. Грядка пустая. Лук собран. Всем пока. Мы еще пока не говорим. Сейчас ты еще лук будешь защищать. Подожди за этим за одним поддоном. Давай. Потому что это нужно будет вот эту всю грязь снять. Эти все рубашки с лука. И хорошо зачистить лук, чтобы он хранился. Если этого не сделать, сгниет все. Смотрите, насколько сырая земля. Лук грязный. Вот это все нужно будет снимать, защищать. И уже только тогда укладывать на просушку. На мансарду. Урожай довольно таки неплохой. Отличный. При той погоде, которая была в Московской области, я считаю, что это урожай отличный. Ну что, работничек? Складываем на просушку. Уже на камере даже свет включился. Потому что сейчас уже, наверное, полдесятого, да? Да. Так, сейчас я покажу, как мой работник затаскивает лук на мансарду. Есть. Так. Лук на просушку. Кстати. Акробатический момент. Нет. Я сейчас снимаю, кстати. Вот его плохо видно, потому что мансардное окно открыто. Висит чеснок. Нет, не видно. Вот оно. Он уже практически высох. Победа. Ну что, хорошо у тебя получается. Ты потом все сложишь, я сниму, как ты там все уложил. Всем доброе утро. Это уже следующий день. Вчера до ночи зачищали лук, раскладывали его на сушку. Выглядит это теперь вот так. Здесь хорошо пробивается и солнышко. И самое главное, есть сквозняк. Мы лук не подвешивали. Решили просто разложить его на просушку. Завтра уже начинаются у нас дожди. Поэтому я считаю, что в Московской области лук уже нужно собирать. Это точно. Здесь у меня чеснок развешан тоже. Уже видите, практически просох. Шелушится довольно таки хорошо. Здесь самое главное, сухо, тепло и есть сквозняк. Вот так он сушится. Я теперь хочу взвесить луки, которые я выращивала. Это сорт Exhibition. Сеяла семена, выращивала через рассаду. Весит 518 грамм. Не знаю, самая крупная это луковица, но по внешнему взгляду вроде бы крупная самая. И вот такие луковицы у меня в основном. Весит она 441 грамм. Это вот как раз средний экземпляр. Но есть, конечно, и чуть помельче. Это сорт Шатана. Выращивала севком. 253 грамма. В среднем они такие все. Есть, конечно, помельче. И сорт Red Scarlet выращивала через севок. Это красный лук. Вес 139 грамм. Это не самая крупная луковица, потому что весь лук я заложила в деревне на просушку. А сюда в город привезла вот такие экземплярчики, чтобы просто взвесить. А у меня на сегодня все. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.